привет друзья да тут немножко вот так вот ни с начала ни с конца но как всегда вот рождается все в процессе действия какая-то интересная тема возникает и решаю это показать но и тут на самом деле основополагающая одна из основополагающих вообще тем ну да как бы под конец года под этот год для меня что я обновляю себе все таки да по ранее вот такому вот как бы действовал которая напомню расскажу что к чему для себя все таки устройство сделаю его анпатинг сейчас просто до распаковочку это 15 pro max именно да про макс выбрал тут немножко да подумывая понимать вся такие вещи остановился таки на формате ShyMax по ходу дела расскажу что к чему да почему но я немного при прочих равных не буду ничего не использовать никакие новые возможности телефона съемки сменю его прямо вот так свой 11 pro на 15 про макс и при прочих равных вы посмотрите и сами нужны за considек как поменяться картинка как поменять звук если будут ли вообще какие-либо изменения вот тех же самых настройках параметра съемок и камеры да это будет интересно ну понятно что мы сект 46 не вылазностей нас здесь я хочу чтобы при прочих равных это было но была бы возможность понять что есть разница даже на таких на базовых пониманиях ну и вот это сидела по обсуждаем порассказываем. Так, распечатываю и прямо сменяю вот так вот. Да, тема и история вообще для тех, кто не помнит, для тех, кто может быть не знает, что у меня был 13-й Pro телефон. Я в принципе никогда не пользовался размером Max либо Plus. И вот это был для меня такой некий опыт. Я перед тем, как определиться все-таки с обновлением для себя на этот год, ну или же на предстоящий, я решил в таком демо-тесте попользоваться все-таки большой версией. Ну и есть, да, все-таки те штуки, которые меня склонили к этому. По чуть-чуть, да, расскажу их упомяну. Здесь опять же, да, как я обозначал ранее, что даже, может быть, кто-то и ждал этот телефончик. Зелененький красавец. Был он изначально, кстати говоря, синий. И про это была первая серия, когда я менял корпус. Было также на нем замену разбитое стекло. При всем при том, что да, экран и оригинал. И была третья история на этом телефоне дел Face ID. То есть, да, три таких момента, но которые, опять же, мы сделали сами самостоятельно полностью в идеал, что называется. И опять же, у меня было время все это тестить. Я несколько месяцев, да, пользовался вот этой штукой. И все великолепно работает. Поэтому именно такую вещь проверенную и по честной цене я смогу приложить от себя продажу в нашем магазинчике. И кто хочет, да, кто может быть присматривался зеленого красавца, желанный, да, продукт по честной стоимости, пожалуйста, welcome. Да, это все было. Это все. Ссылочки я оставлю в описании к этому видео про историю, да, про тройную историю про этот телефон. Кому надо, посмотрит. Ну, а постоянщики, я думаю, все это знают и следили. Наш сериал, он вот так вот и есть хронологический порядок. Да, красавец. Будет перенесены данные с него и уже отойдет в магазинчик, я думаю, что уже на следующий день. Ну, и тут, не знаю, по-честному, ребята, если это видео уже выходит в следующем году, то всех, конечно, с Новым годом. Если еще в этом текущем, то с наступающим. Так, распечатываем. Да, вообще, моя текучка, которая сейчас идет, это я делаю, как бы, да, кто подумает, что я вообще делаю, вроде бы все целое, но это у меня 14 про телефончик. Немножко, да, здесь покоцан корпус, ну, так немножко, да, приводим просто пожеланием по воле извлению владельца в новый идеальный вид. Так, здесь анпакинг. На самом деле, не знаю, какого-то трепета уже нету, потому как, особенно, да, в предновогодние вот эти вот все дела, движения, мы часто, да, распечатываем телефон, чтобы поклеить туда защитку либо что-то и отправить новому владельцу. Поэтому здесь никакого трепета, хотя обычно открываем как никого и не было, но для себя мне этого, конечно же, делать не обязательно, поэтому, как оно и предусмотрено производителем, Шпингс. Кстати, не обязательно отрывать обе по-варварски, можно вот так аккуратненько это дело сделать. Уи! Да, я выбрал все-таки для себя вот этот вот цвет, как это, Natural Titanium, натуральный титан, по такой причине, что все-таки я по большей части понял, что использую какие-то светлые чехлы, но и в совокупности вот с этим делом все-таки со светлым будет более логично сочетаться. Ну, представьте, если какой-то такой черный прям чехол, а тут прям такое белое, не знаю, бельмо. А вот так вот, как я люблю, да, по красоте, всякие разные цвета, часто люблю у меня чехлы, подумал, что все-таки с натуралом будет вот это дело более сочетаемо. Ну, и может быть для кого-то, да, это будет в выборе в определяющем, в цвете, тоже полезная вообще инфа. Уи! Да, красавица вообще и первая вот на самом деле, да, что вообще, вот что бросается вообще в руки в данном случае, не в глаза даже, а это ощущение весовое. И при прочих равных, что это у нас одинаковый размер, да, вот этот плюсак, у меня вот эта новинка прямо ощущается, что она легче. И это, кстати говоря, одна из таких вещей, которая от плюса меня всегда останавливала, то, что это здоровенная штука, не знаю, там, шорты кладешь, шорты слетают, ну, тут все-таки вот это ощутимо легче. Ух, какие камеры здоровенные. Ух, ух, ух. Да, включаем, активируем. И запускаем уже съемку с этого аппарата. Данные буду переносить позже. Сейчас мне основное, чтобы посмотреть, сравнить, как вообще что-то поменяется или нет. Ну, да, кстати говоря, зеленый мне очень нравится вообще цвет. У меня тут такая некая комбинация, зеленые часики, вот так вот, чехольчики, всякое вот это дело можно менять. На самом деле, вот многие не понимают, там, купили чехол и пользуются им, блин. Пока он вообще там не облезет, либо вообще страшеный какой-нибудь не станет. Но эта вещь в наши дни очень доступная, качественная, максимальная по качеству. Вообще все варианты у нас есть. Кстати говоря, да, новинку покажу. Ну, и вот так вот удобно, это вообще по кайфу меня. И здесь, да, чтобы оставаться в зеленой концепции, ну, и изучать вот эти все новые технологии, я заценил для себя, опять же, в пользовании такую вещь, как новинку от самой компании. Это Fine Woven Case зеленого, да, цвета. Это как это, знаете, такой щелковистый, прям тряпичный материал. Ну, я думаю, что это будет, на самом деле, такой тоже интересный опыт в пользовании, как его передать. Ну, вот силикон со временем такой подразлагается и становится липкий. Хотя вот эту штуку сколько тасхаю, она даже не марается, хотя очень такой светлый цвет. А руки тут постоянно, да, вблизи вот такой вот. Вот здесь интересно мне, как себя будет вести вот эта тряпочка. Да, и опять же, напоминаю, что все, что показано на экране, все штуки, все аксессуары, все есть в нашем магазинчике, ссылочка в описании. Да, для меня просто будет изучение прям новшеств. Уи, 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 уи. Да, так он плотненько прямо сел туда. Приятно вообще очень. Баттн и классно нажимаются. Ой, сейчас у нас же не переключатель, а тоже кнопка. Да, тоже приятно нажимается. Четкий щелчок присутствует. Красота. Так, почина липлю стекла? Здесь не про это. Активируем и запускаем съемку с него. Ой. Так, вам видно, но я сижу улыбаюсь прямо. Да, кстати, вот это та самая штука, из-за чего одно, из-за чего я переключился, да, все-таки на большой формат. И эта настройка и опция у нас появилась даже при первоначальном активации устройства. Это все-таки вот этот вот увеличенный, да, размер шрифтов и прочего. То есть и как раз-таки вот этот вот экран большой позволяет, да, менее напряженно использовать все эти штуки. Так, это я настрою чуть попозже для себя. Сейчас просто активирую. Да, новые опции немножко тут даже при настройке есть, связанные вот с этим экшен-баттном, с динамикой ландом. Да, все вот эти штуки довольно-таки интересные. Ну и почему на самом деле сейчас как-то не обнуляюсь каждый год, но все-таки это необходимо делать, знаете, чтобы просто даже, ну, не записать. То есть не так много на самом деле вещей в жизни, которые радуют, но вот это одна из них, нельзя ее выпускать. Так, все, просто активировал. Мне нужна вообще стандартная просто работа камерой, без всяких вообще штук приблуд, без всяких новых возможностей. Хотя тут можно сейчас зумировать вообще просто по-страшному. Да, x25 дает, позволяет вообще. Ну-ка в окошко-то посмотрим. Ой, их приближает как. Там даже видно в окне. Да, это супер круто, невероятно. Так, да, но мы сейчас что хочу сделать, это именно в обычном, простом формате, как я обычно снимаю, 30 кадров и 4К, то есть вот в таком вот именно, в том же самом виде попробуем посмотреть. Да, 4К, 30 кадров, все, сменяем камеры. Так, ну и да, ребят, вот таким вот образом, я не знаю, здесь, конечно, будет виднее вам. Ну и по-честному, конечно, для моего вот такого формата это не будет иметь какого-то весомого вообще значения. То есть я по-прежнему наверняка продолжу снимать на свой, да, один спрос-старичок, который, в принципе, выполняет ту задачу, которая мне необходима и достаточно. Здесь, конечно, это просто, ну вот такой небольшой сравнительный анализ. Так, конечно, да, жду комментов от вас, что стало лучше, как стало, вообще что-то поменялось или нет. Так, ребятки, ну и да, продолжаем наш стандартный формат. Это делание всего, в данном случае, около флагманской вещи уже 14 Pro. Ну и вот, что касаемо вот этой все-таки 15-й линейки, то есть разница между телефонами, как не было разницы в 14 Pro и 14 Pro Max. 15 Pro и 15 Pro Max это разные вещи, именно в плане камер. Ну, не знаю, кому там есть задача углубляться, это можно все изучить, но камеры разные, как в свое время было на 12 и 12 Pro Max. 12 Pro и 12 Pro Max. Да, так, 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 здесь делаем по стандарту, меняем корпус, ну и немножко порассуждаем вот это все дело. Ну да, вот так вот увеличивать раньше, конечно же, было нельзя, тут можно даже, не знаю, считать дактилоскопию чья это, и это, кстати говоря, не моя, китайская. Открыл, так и было. Да, понятно, что телефон у нас это не только камеры, то есть тут еще много всяких таких преимуществ, как я говорю, чтобы не закисать и оставаться на волне с новыми технологиями, хотя бы, да, элементарно, просто когда я буду делать уже пятнашки, что понимать там, как себя Action Button правильно должна вести, вот это все дело, то есть это очень важно оставаться на волне с продуктом. Это как, знаете, многие, вот не знаю, ну, мастера, да, который делаем все, он там пользуется какой-нибудь альтернативной техникой, не знаю, там Xiaomi, там Samsung, там Huawei, Honor, вот это все дело, и делает при этом Apple технику, и не понимает вот этого всего до конца как бы идеи создателя, да, он не знает, как продукт должен работать в конечном, да, результате, как вот эта кнопка пресловутая должна щелкать, то есть у него нету этого понимания. И более того, да, он может даже неправильно это понимать, и как бы и неправильно из этого и делать, соответственно. Ну и вот по этим, да, по всем причинам я как раз-таки хочу оставаться на волне. Так, ну и да, ребят, по чуть-чуть делаю все-таки, да, вспоминаю те моменты, которые вот мне понравились в большом телефоне, и это вот как показать, ну это на самом деле, не знаю, кто-то может быть пока что, да, не задумывается, но все-таки со временем, недаром разработчикам придумана такая вещь, как увеличенный шрифт, и вот с обычным шрифтом вот так вот выглядит, а если мы его увеличим на обычном телефоне, то возникает такая штука коллизия, когда он не влазит просто даже обычный, ну, в пользовательский интерфейс. Да, вот она по дефолту, если нам, чтобы глаза не напрягать, приходится увеличивать, то у нас, да, на чем это можно показать, вот на той же емкости батарейки у нас уже, а, ну здесь, кстати, влазит интерфейс, на каком-то телефоне было, что даже не влазит и скрадывает вот это дело. Да, ну или плюс-минус еще какие-то другие могут быть настройки. Ну или там совсем было старое устройство, а здесь это уже поправлено, хотя тут у меня старая система, 14-я до сих пор. Да, ну что-то, в общем, у меня была такая история вот с этим вот, с некорректным отображением в интерфейсе. Так, ну получается, этот плюс не совсем плюс, но все равно плюс. Ну вот здесь вот, да, точно, абсолютно не хватает, да, пространства, чтобы показать всю информацию целиком и в частности серийный номер. Да, есть такое все-таки. Ну и вот это все-таки, да, одно из таких плюсов пощадок глаз. Так, продолжаем. Так, ребят, да, небольшое зуммирование. Я думаю, что прикольное. Тут у меня самая любимая тема – середина часть. ДИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТ Так, да, ребят, по нашей теме стандартно чем больше делаем, тем меньше остается Ну и здесь уже на самом деле финальная стадия Вообще, да, по-честному так вот объективно выражаясь Если сказать, что да, такой дозволен дорогостоящий аппарат И в чем вот этот как бы апгрейд Может быть кому-то да, показаться, что он несущественный И это имеет место быть на самом деле Потому что сейчас, ну и вообще все последние годы, как это сказать Что у нас технологическое развитие происходит Как бы не скачок какой-то технологии Да, если там мы вспомним iPhone 4 и как это все развивалось Там и тачите и все, то есть это технологическое развитие А у нас происходит качественное развитие То есть на тех уже достигнутых вообще технологиях Происходит их просто, да, какая-то эволюция, улучшение Перерастание вот этого продукта раз за разом в что-то более, все-таки более, да Как это, ну более развитое Да, ну здесь это на самом деле естественный процесс Здесь что-либо производителям вообще трудно придумать Чтобы это было как бы уместно, да, по их пользованию Ну и в принципе все развивается естественным образом Поэтому я, как я отметил в начале, что обновляю сейчас не каждый год, а вот через год Но на самом деле это все-таки важно, это вообще просто не отпускать Потому как именно в тот момент, когда ты вообще просто перестаешь это делать Можно сказать, что ты начинаешь деградировать Поэтому важно всегда оставаться на этой волне Так, 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 что у нас? Да, оптику на место и закрываем. Да, сам я еще не вижу, какое-то есть изменение в картинке, есть ли оно вообще, но думаю, что посмотрю. Да, есть, окей, у нас основные темы, это четкий щелчок и чистый глазок, все по красоте, у владельца телефончик в новом виде. Да, через год пользования подтаскивают сюда все эти вещи и вот, ну как бы, если нравятся аппараты, вот как в данном случае, да, еще как-то нет желания обновляться, то почему бы и нет, чтобы привести его в порядок. Так, окей, закрываем. Так, да, ребят, здесь у нас все окей, здесь можно убрать сторону, ну и по нашей теме, да, не буду показывать вот этот перенос данных, тут, в принципе, стандартная канитель, обычное дело, ну и будем переселять кота в новую будку. Так, да, вообще, на самом деле, это, в принципе, все, что я хотел рассказать, показать, поздравьте меня с обновкой, напишите, что вы думаете по этому поводу, есть ли какая-то разница вот на таком, на простом, на пользовательском виде непонимании. Да, как говорится, локально, пока, что, на этом все, всем привет и всего. Ну и да, ребят, меня еще раз с обновкой снимаю на него. По новому владельцу, приобретшему мой аппарат, большой привет, обычно он не заставляет себя долго ждать, ну а всех буду рад увидеть завтра на уже традиционном стриме предновогоднем, где я сделаю и разыграем телефончик, да, 10R в стилизации в этом году, да, 15 Pro, ну и, соответственно, как уже по установленной традиции все это сделаем. Да, всех буду рад видеть, пока. Субтитры сделал DimaTorzok